И всем привет, ребят, с вами Сарбанька, и сегодня я записываю новый ролик. Сегодняшний видеоролик посвящен игровой тематике. Сегодня у нас на обзоре будет одно интересное вооружение с дроном Кемпер. Относительно недавно мы вместе с вами тестировали Ареса Гауст с дроном Кемпер. Я показывал, как можно довольно просто набирать большое количество киллов и при этом сохранять хорошее УП в бою. И сегодня мы вместе с вами поменяем лишь только одну пушку. Мы оставим Арес как корпус, который можно очень эффективно и грамотно использовать на дроне Кемпер. Но возьмем суперметового шафта, того шафта, который на сегодняшний день показывает очень хорошие результаты в матчмейкинге. И посмотрим, что же он сможет показать с дроном Кемпер. По сути, шафт является кемперской полноценной пушкой и по идее его реализация должна быть очень и очень хорошей и существенной в нашем матчмейкинге. Поэтому я надеюсь на то, что нам удастся реализовать эту комбинацию по резистам. Я пока что оставляю мой новый дефолт, который появился, ну, наверное, относительно недавно. Это Магнум, Скорпион и Гаусс. Именно такую подборку по резистам я начал выбирать в последнее время. И, честно вам сказать, она смотрится неплохо. Смотрится очень неплохо. Часто начали использовать игроки в матчмейкинге Гауссов. Ну и Магнумы бывают прям очень сильно подбешивают. Ну и если вдруг что нужно будет поменять, мы обязательно поменяем. Ну и по режиму я, наверное, хотел бы, конечно, чтобы это был бы режим на какой-то большой карте. Но как я могу предугадать, да, где это будет? Пикнуть TDM-ку и попасть на маленькую карту, это будет грустно. Поэтому давайте пикаем просто быстрый бой. Если вдруг сейчас что-то будет не очень крутое, то мы просто перепикнем. Ну а если будет более-менее что-то, ну, в принципе, пойдет, пойдет, пойдет. Хорошо. TDM-очка при том, что на Чернобыле. Неплохо. Давайте пробовать занимать какую-то позицию. Интересно, сейчас я быстро только подрегулирую себе звук. А то у меня что-то тут по звуку за много было. И наша задача стараться оставлять за собой полное количество здоровья. Поэтому мы можем, в принципе, сыграть от дроповой аптечки, которая находится слева от меня. Ну и плюс дополнительно вкидывать хорошее количество урона. Также нужно не забывать, что у нас есть отличнейшая возможность сводки по противнику. И поэтому, если вдруг в этом будет необходимость, то мы обязательно можем сводиться. Так, не понимаю, почему по этому молодому человеку урон не проходит. Ну ладно. Так, чуть-чуть тянем корпус вниз, чтобы прострельчик открывался. Так, мне прилетает магнум. Хорошо. Тогда мы сейчас пойдем его сольем. Чтобы больше он по мне не бросал, чтобы он мне аптечку потом не сбивал. Давайте сразу с водочку падаем. Оп, дроповая ддшка. Кстати, это тоже вещь, которая суперполезна. Афигеться, почему у него так много хп? Так, дроповая аптечка. И ддшечка. Это вот те вещи, от которых стоит играть на этой карте 100%. Так, и смотрим. Противник заезжать пытается. Нет, все-таки уже больше не пытается заезжать. Давайте попробуем слить кого-то. Ну и вообще, эта позиция очень выгодная для шафта на такой карте. Плюс, если учитывать тот факт, что мы на кемпере, то это может быть вообще суперкруто. А, у этого молодого резиста, оказывается, был от шафтецкого. Ладно, понял. Так, пока что включаем дэшку. На дд я переходить буду только в том случае, когда у меня появится возможность фулл хп. Чтобы я сразу мог, если что, вбэмсить. Так, делаем вид. Ладно, не делаем вид. Не будет играть противник под меня. Я понял уже, что он не хочет играть под меня. Так, отлично. За счет дополнительного урона плюс крита мы снимаем этого молодого человека. Так, еще добавочку. Можно так, чисто аккуратненько постреливать тут. Особо, я думаю, что на какие-то суперпики лезть мне не стоит. Но противник все равно пытается здесь проехать. Поэтому давайте бэмсанем вот такое движение. Чтобы сразу набрить этих молодых людей. Отличный шар, кстати, полетел вообще. Просто шикарная разыгровочка шара в этой позиции. Плюс сразу падаем на сводочку. Пытаемся докинуть дополнительный урон. И, кстати, ну я бы не сказал, что супермного залетает, знаете, так, с этого шапта. Ну, в принципе, урон неплохой, но не сказать, что он прям супер-мега-бомбический, великолепный там. В основном такой. Ладно, понял. Понял, понял, понял. Нету смысла. Нету смысла в такие пики играть. Это бесшансовая темочка. Поэтому давайте сразу двигаться под верх. Ну и стараться делать дополнительные киллы. Плюс еще жить, жить и еще раз жить. Так, право там никто не пикает. Хорошо. Магнум играет сверху. Хорошо тоже. До аптечки, если доживем, будет идеально. Отлично. Есть контактик. Так, теперь пробовать его надо уничтожать. У меня уже полная расходка в КД уходит. И я ловлю дополнительную минку. Так, ну ладно. В принципе, если я буду занимать этот верхний ярус и играть от него, то я думаю, что проблем особо сильно у нас не будет в этом бою. И мы должны с легкостью, во-первых, выигрывать эту катку. Во-вторых, реализация моего вооружения будет значительно лучше. Поэтому просто будем внимательно сейчас пытаться занимать зону удобную для реализации как раз-таки кемпера и шафта в целом. И будем просто стычек накидывать хороший качественный уронщик. Ну, желательно, конечно, закрыть вот этот левый подъем, чтобы под него уже противник особо не ехал. И тогда уже пытаться делать плотную накидочку. Так, хорошо. Разбреваем молодого. Так, пробуем сразу с разворотика. Оп, такую тычку-шестерочку вкусную залепить. Можно, по сути, даже еще добавлять мины в этот подъем. Можно добавлять минки в этот подъем. Играем здесь от аптеки. И как раз у меня сейчас скоро будет овердрайв. Можно будет еще и овердрайв. Тоже в этот подъем пустить. Так, ну пока контроль пошел. Единственный из минусов на кемпере, это, конечно, кулдаун ддшки. Но здесь вы всегда можете контролировать дроповую ддшку. Если вы как раз-таки акцент под дроповую ддшку делаете, то у вас в моменте все будет четко получаться. Отличный тайминг под шар. Как раз еще цепляет дополнительного противника там вдалеке. Двух перед собой сливаем. Ну и пытаемся жить. Пытаемся жить дальше. Противник открываться будет. Хорошо. Восемь тысяч залетает. Но я там больше ждал не сводки выстрела, чтобы был больше урона. А ждал как раз-таки, чтобы нулевого урона не было. А то под нулевой урон бы сунул бы. Было бы немножко грустно, когда такая тычка бы под нулевой урон залетела. Ну и у нас получается уже потихонечку контролировать респаун противника. Тиммейты неплохо играют вперед. И под такой контроль, конечно, очень хорошо заходит как раз-таки кемпер. Пытается сводочка залететь в меня. Под стенкой играем аккуратно. Сразу на сводку падаем, чтобы забрать еще одного молодого человека с респа. Ну и здесь есть еще одна дроповая ддшка. Давайте сыграем сразу под нее. Чтобы у меня кулдауна не было. Это самый важный дроп, по сути, на кемпере, да? И именно его акцент решает очень многое в боях. Так, четыре с половой. Неплохая тычка тоже залетела. Так, и давайте пробую сейчас сюда перекатываться. Сюда перекатываться обычными тычками, наверное. На добавочку не буду я тут в сводку падать. Потому что я и так примерно понимаю, сколько у него хп имеется. Так, под меня викинг хочет сыграть, пикнуть. Так, делаем вид, что я в него... Ай, сука, не свожусь. Но обманывает он меня, к сожалению. Так, аптечку пока не жмем. Как только сольем этого викинга, можно будет как раз-таки уже и с аптекой сыграть. И у меня совсем скоро должен быть овердрайв. Ой-ёй-ёй-ёй. Блин, мне бы до овера дожить, если честно. Слодочку. Хорошо. Отлично. Ай, 2900! Блин, чуть-чуть бы подольше бы свелся. Ай, залетело бы вкусно, блин. Чуть-чуть. Чуть-чуть дольше. Я бы выжил бы в позиции. Плюс еще овердрайв бы сверху вжал бы. Но, к сожалению, видите, иногда и такие моменты происходят. Так, арта едет по низу. Но мне особо под нее играть вообще нет никакого смысла. Поэтому я просто ставлю мину. И газую как раз-таки вперед, чтобы на фулл хп уже под моим контентовым кемпером производить накидочку. А тут викинг выжимает овердрайв. Ну, неприятно, неприятно, когда такие прожатия происходят. Ничего, с респаза на кемпере всегда можно прожать ддм. У вас, как минимум, будет 5 секунд сейва, под которыми вы можете дополнительно урончик внести. Так, магнум пикнет под меня, интересно. Ой-ой-ой, у него там еле-еле башенька виднелась. Так, гром. Вот, кстати, громы против появились, да? У меня реза от грома нету. Нету. Ну ладно, ничего страшного. Ничего страшного. В этом я особо сильно не вижу. Поэтому давайте просто играть вперед на противничка. Так. Здесь я думаю, что... Ну ладно, кто грома, в принципе, тут делать особо сильно. Не вижу никакого резона. Если он на меня не отвлекается, мне моего кемпера сбивать не будет. То я лучше пробую... Ай-яй-яй. Максимальную реализацию своего вооружения показать. Так, харёчек очень вкусный. Очень вкусный харёчек. Так, у Курсейдера есть оверка. Автонаводки у него, конечно же, не будет в этом тайминге. Так, и... Хорошо, шикарно. Играем через верх сейчас. Вот аккуратненько закатим. ТДшечка дроповая есть. Мы её, конечно же, сразу в контролинг даём. Я думаю, что особо сильно, конечно, торопиться. Мне не надо, но с его подбором. 2700 стычки. Залетает. Ой-ёй-ёй-ёй. Покатился я, покатился. А нет, сука! Блин, обидно, когда вот так вот корпус начинает укатываться. Когда вот так вот укатывается корпус, это, конечно, грустно. Это, конечно, грустно. Отлично. Пиксу поймали. Так, и добавочку ещё вот здесь вот. Вот этому молодому человеку вкидываем. Отлично. Ещё добавляем. Супер, шикарно. Пока что всё супер. Так, у меня есть овердрайв, который мне нужно... А, ладно, не нужно пока что прожимать. Я хотел сказать, что надо прям быстрее-быстрее его вжать. Ну, по сути, могу ещё немножко поиграться. Так, с ЗДшкой повышенный. Сейчас мы чуть-чуть понаносим урончику. Ой, хорошо. Нет. Но именно с обычных выстрелов, с этим шафтом, с этим устройством, с пипеточкой, очень смачно залетает. Блин, неправильно пикать начал. К сожалению. Опа, уже приехали, да, ребятки, ко мне? Приехали, ребяточки, ко мне. Чуть на откатики сыграем. Так, и теперь уже было бы неплохо прожать овердрайв. Потому что аптечки у меня нету, хп мне надо. И плюс кого-то набрить дополнительно. Я думаю, что это тоже будет неплохо. 15 киллов остаётся до конца этого боя. Ну и... Я думаю, что уже в этом бою всё решено. Так, пробуем сейчас отсюда ещё сводочку дать. Пятвёрочка вкусная залетает по оперу, у которого 2000 хп. Ну... Давайте пробовать спускаться, наверное, вниз. С подъёмчика. Аккуратно постреляем. Оп. На таком пике. Оп. Оп. Добавить что-то. Сводочку. 3200. Неплохо. Залепило. Ещё как раз под последнюю секунду до дашки залепило. Так. И 5 киллов у нас остаётся до конца. Меня тут сливают. 32 на 5. 32 на 5. Неплохой счёт. Неплохой. Вполне себе. Хороший счётик. Для такого... Замечательного ша... Замечательного ша... И который можно реализовывать, если вы правильно и грамотно будете на нём играть. Плюс 200% контентового урончика. Плюс 300% если... Ну я имею ввиду именно если уже прожатая у вас плюс есть расходка. То это бонусный будет урончик у вас. Х200 и 300 броня. Но броня здесь как бы решает только первый... Первый попадающий по вам урон. Да. Поэтому броня как бы... Смотреть на неё особо... Тут хоть 1000 будет. Да. То есть это вы просто первый урон получите. В настолько процентов меньше. Ну может быть где-то там например от бомбочки какой-нибудь. Либо... А кстати наверное да. Наверное от той же сосули Крусейдера будет сейвить. Да. То есть если там 4000 урона залетает. Плюс у вас дополнительная броня. У вас где-то наверное ещё чуть-чуть хпшки остаётся. Поэтому тоже можно пережить на этом дроне. Даже урон от овердрайва сосули. Неплохо. Неплохо. Пишите что вы думаете по поводу кемпера. Пишите что вы думаете по поводу вообще этой комбинации в целом. Хотели бы видеть этот дрон больше в рамках видеороликов. Я когда записывал Гаусса то как раз таки реализация была плюс-минус наверное такая же. И получилось тоже дать большое количество киллов. Но геймплей сразу скажу с этим дроном становится более пассивный. Вы сами видите что вы особо сильно пушить уже под противника не можете. Вы должны занимать грамотные позиции. Но с такими пушками как раз таки эта возможность имеется. И это можно спокойно реализовывать. Поэтому поддерживайте видос лайком. Обязательно подписывайтесь на канал если вы еще вдруг не подписаны. Нажимайте на колокольчик до меня пропускать новые видеоролики. Также не забывайте про то что если у вас какие-то оповещения колокольчики не приходят. То у нас в описании есть ссылочка на наш дискорд террор. В нем все оповещения приходят как о стримах так и о видеороликах. Со всех наших замечательных каналов. Поэтому если что в дискорд тоже конечно же присоединяйтесь. Но и не забывайте про тег создателя контента. Который находится в настройках игры. В аккаунте кемо личный так это так темп. Устанавливайте его. Поддерживайте меня. И участвуйте в розыгрыше. На 1 миллион кристаллов и на 20 тысяч танкоинов. Именно такой розыгрыш проходит прямо сейчас. Поэтому если вам это интересно. В описании ссылочки все имеются. И вся информация тоже. У меня друзья на этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи. И всем пока.